Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня мы вспоминаем удивительного святого, это Святой Алексий, Человек Божий. Почему мы вспоминаем его именно на библейском портале Экзегет, потому что вот это наименование «Божий человек» — это вполне библейское наименование. Вот в частности, так одна женщина назвала святого пророка Елисея, который проходил постоянно мимо ее дома, и вот она угадала, что этот удивительный, смиренный, терпеливый молитвенник, который в то же время ревностно служил Богу, отстаивал истинную религию, наказывал в том числе безбожников, что он действительно Божий человек, то есть он всецело принадлежит Богу. И вот она уговорила своего мужа, чтобы он оказывал некое гостеприимство для святого Елисея, и через вот это гостеприимство они сподобились величайшего благословения, так что впоследствии, когда у них умер ребенок, святой Елисей его воскресил. Вот что значит Божий человек? Это человек, который всецело с Богом, и таковы вовсе не только ветхозаветные праведники, на самом деле это все, кто хранит верность Богу, и благодать Нового Завета, она еще больше, она еще выше. Вот то, что даровал Христос, и чего сподобляются праведники Нового Завета, это нечто преизобильное. И вот святой Алексей, человек Божий, его, кстати, очень любили русские люди, еще в дореволюционные времена очень любили читать его житие, хотя храмов на самом деле не так-то много построено. Вот царь Алексей Михайлович в 17 веке, да, он строил, потому что Алексей, человек Божий, это его небесный покровитель. И был даже монастырь, и, в общем-то, есть много образов святых, икон, посвященных святому Алексею, человеку Божию. И каждый святой, вот что мы должны сказать, он, конечно же, уникален, в нем есть что-то вот свое такое неповторимое. И вот если мы говорим про Алексей, человека Божий, то в чем уникальность? Его обычно помещают в лики преподобных, а преподобные – это монахи. Но Алексей, человек Божий, не принимал монашеского пострига, он вообще не жил в монастырях. Он в то же время не называется, ну, он называется и праведным, конечно, хотя не помещается специально в лики святых праведных, а он, конечно, в каком-то смысле ближе к Христораде юродивым, блаженным. Почему так? Потому что он ведет образ жизни, очень похожий на Христораде юродив, которые вот все оставляют, все бросают и живут вот в простых, естественных условиях окружающего мира, всецело предаваясь в руки Божия. Вот как говорил, да, вот тут тоже интересное такое созвучие, это мысль преподобного Макария Великого, он говорит, вот Божий человек — это кто? Это тот, кто старается вести жизнь добрую, терпеливую, смиренную, кто старается претерпевать все, что не будет ему неспослано, но опорой для этого является надежда на Бога. То есть, вот мы обычно как-то очень быстро унываем, вот что случится, люди теряются в каких-то предположениях, очень быстро начинают вот ныть, изнывать, а святой Алексей, он доверился всецело Богу и вот жил, как Господь подаст. И на этом пути ему Господь подал как раз много благодати. Мы знаем эту, в общем-то, историю из жития, да, что он рождается в семье достаточно знатных римских граждан, и отец его был такой вот высокопоставленный человек, и супругой его тоже. Они были в достатке, но у них не было детей, а при этом они благочестивы, да. И вот они долго молились, вымаливали, и вот в конце концов Господь подает им ребенка, сына. И что вот мы видим, если так вот взять в целости вот все это житие, они долго вымаливали, Господь подает им ребенка, а он потом их раз оставляет и уходит, да. То есть вроде бы он их бросает, вроде бы он поступает по-человечески, ну, совсем несправедливо, неправильно, но одна правда у людей, а другая правда, она в мире Божьем. И Божья правда, она как раз оказывается еще более выгодной, потому что вот если посмотреть по итогам, да, то он еще больше принес пользы своей семье, он еще больше принес духовной пользы своим родителям. И мы ведь живем не только ради этого временного мира, жизнь она быстро пролетает, вот быстро раз прокрутилось, как какой-то фильм в ускоренной такой съемке, и все. А если есть вечная жизнь, да, если есть Господь Бог, то выигрывают те, кто именно в Боге, кто в Боге обрели спасение, и они своим родным и близким еще больше пользы доставляют. И вот мы видим что? Что Алексей, он был послушен своим родителям, и когда они настояли на том, чтобы он вступил в брак, чтобы он женился, причем девушку нашли ему прекрасную, такую тоже благочестивую, то он не возражал. То есть он действительно уступал, но внутри него жило вот что-то такое, что превышало родительское слово. Это бывает такое, что какое-то внутреннее призвание, оно оказывается настолько сильным, что даже если ты кого-то слушаешь, ну вот помню в свое время, когда мы в начале 90-х годов вот только-только выцерковлялись, и потом мы поступали в семинарию. Вот наше поколение, это было такое поколение, когда дети приходили к Богу раньше родителей, и родители все были против. То есть вроде бы мы, согласно евангельской заповеди, должны вот слушаться тоже родителей, согласно еще ветхозаветной заповеди, чти отца твоего и матери твою, но в то же время вот внутри что-то такое, что больше этого. И родители зачастую отговаривали от поступления в семинарию, о том, чтобы становились священниками. Но все равно вот это внутреннее призвание, оно все преодолевало, как происходил какой-то определенный взрыв, все равно ты идешь вопреки родителям, но потом родители оказываются более счастливы. И они потом тоже обращаются к Богу, они приходят в храм, и они на этом пути получают что-то несравненно высшее. То есть пути Божие – это не пути человека. Вот как Господь говорил, ваши мысли – не мои мысли, и пути мои – не ваши пути. Вот Божьи пути, они всегда превышают наше человеческое разумение. И вот Алексей – человек Божий, когда его только-только венчали, и вроде бы предполагается первая брачная ночь, то есть нечто такое очень сокровенно интимное и вроде бы радостное, то, что должно положить начало такой сладкой супружеской жизни. И ничего греховного в этом нет, если говорить с позиции христианской семейной жизни. Но в его душе нечто более высокое, нечто более сильное. И он понимает, что Господь все-таки ведет его к иному пути. Он молится, и в конце этой ночи, когда он даже не прикасается к своей юной супруге, он вручает ей кольцо обручальное, пряжку от своего пояса, тоже драгоценную, просит это сохранить и говорит, что вот самое главное, чтобы Господь благословил нас и прибыл между нами. То есть он не разрывает внутренне, сердечно-душевно, он говорит о Боге, родство с которым для него выше. Вот в чем тут загадка и объяснение этого такого необычного поступка. Он уходит из родительского дома, садится на корабль, плывет в далекие страны, ну, буквально он уплывает в сирийские места, там, где город Эдесса, именно тот город, где хранился нерукотворный образ спасителя. Помните вот эту историю с Афгарем, не будем ее пересказывать, но этот образ очень почитался в Эдессе. И святой Алексей уплывает именно туда. А что родители? Конечно, поначалу все в горе, как-то так вот переломаны все надежды, но впоследствии что мы видим? Вот мама, она тоже начинает вести более, еще более напряженную духовную жизнь, чуть ли там не затворническую в такой молитве, и супруга тоже. То есть если брать такие духовные понятия, то они начинают вести более высокий образ жизни и заслуживают уважения тех, кто живет рядом с ними, тоже как молитвенники великие. То есть их Господь тоже призывает на какой-то более высокий образ жизни. А святой Алексей, он поселяется в храме, где хранится вот этот образ, нерукотворный образ спасителя. Он ходит в простом рубище, он постоянно молится и постоянно причащается святых христовых тайн. Вот еще такая особенность, что да, он в каком-то смысле вроде бы подобен Христа радиеродивым, но, конечно, такого внешнего безумия он никак не изображал, а безумие могло быть воспринято, вот само вот это поведение, сам поступок, что он оставил богатство, оставил семью, родителей и ушел, и ведет жизнь скитальческую. Но за этим скрывалась великая его молитва. Вот, конечно, и сейчас мы можем увидеть на улицах многих людей, которым вообще ничего не надо. Ни семьи, ни дома родного, они про все позабыли, но их пример – это проповедь греха. То есть это безделие, это попрошайничество, это винопитие, и когда они просят деньги, то, ну, прости нас Господи, скажем прямо, что просят они для того, чтобы удовлетворить какие-то свои вот низменные вот эти вот страсти, зачастую винопитие. Даже когда им предлагаешь устроиться на работу, да, даже есть специальные дома трудолюбия, то они не хотят туда идти, потому что не хотят работать над собой. А вот представьте, что если бы была бы обратная ситуация, что эти люди, они ведут особый духовный подвиг, отреклись от земных благ не ради легкого вот этого попрошайничества, там, какого-то алкоголизма, бомжевания, а ради молитвы за весь мир, да, то есть вот как блаженная Ксения Петербургская, допустим, да и многие другие, которым действительно ничто было не нужно, но при этом они молились и вымаливали какого-то, да, и ты встречаешься с этим человеком на улице, а он не от тебя просит, а наоборот он тебе приносит особое благословение, потому что молится за тебя, вот, конечно, попробуй такого найти, но такие все-таки были, вот таковым как раз и являлся святой Алексей, человек Божий, и в конце концов его праведный образ жизни, его молитвенность, то, что его молитвы исполняются, он ничего не имеет, но всем обладает, он от всего отказался, но на все может повлиять, духовно повлиять, и его молитвы действительно доставляли огромную пользу людям, так что в конце концов было тоже такое вот откровение, что он назван именно Человеком Божиим, да, вот это библейское наименование Человека Божия, оно отнесено было к святому Алексию, праведному и преподобному, да, не принимал он монашеского пострига, но жил он действительно как монах, монах, отрекшийся от мира и всецело посвятивший себя Богу, то есть монашество оно не только в том, что человек вот произнес какие-то внешние обеты, одел какие-то одежды, а монашество оно во внутреннем отречении от мира и во внутреннем всецелом посвящении себя Богу, вот таковым был святой Алексей, человек Божий, и тут начинает слава распространяться, а разве ради славы он шел в этот мир? Нет, и вот он уезжает из Эдессы, но каким-то чудом Божиим, каким-то чудом Божиим происходит вот эта вот буря на море, которая корабль затем пригоняет опять к родным берегам Италии, и он опять попадает в Рим, тут вот что надо сказать, что он провел в изгнании, ну не в изгнании, а вот в этом отдалении от родных краев 17 лет, он юным, лет 17-18 ему было, когда он вступил в брак, вот сразу ушел, после этого 17 лет он провел в Эдессе, причем приходили даже слуги, посланные родителями, но они в нем не узнали сына своих господ, потому что настолько он был беден, он уже, конечно, оброс бородой, и его бедный скромный вид никак не выдавал в нем такого вот сына высокопоставленных людей, поэтому они тоже подали ему милостыню, не смогли в нем узнать того, кого искали, и вот он чудом Божиим возвращается, а так как отец его отличался благочестием и любил принимать нищих странников, давать милостыню, то он как-то вот, как будто вот он что-то почувствовал, увидев Алексея, своего сына, но так как прошло 17 лет, может быть и Господь даже закрыл их очи, он не узнал своего сына и пригласил его поселиться в родном доме, и там вот, где лестница вела на дом, такая вот была коморочка, где он поселился и жил и молился там, а велено было слугам тоже делиться с ним едой, оказывать какое-то попечение, но при этом некоторые слуги, наоборот, издевались, кто-то выплескивал помои на него, кто чего, а он спокойно терпел это, и вот в этом смысле он дает нам пример, то есть он мог претендовать на самую высокую честь в данном положении, а вместо этого он претерпевает различные оскорбления, поношения, нечестия, и его душа остается внутренне спокойной, то есть никаким раздражением, никакой вспыльчивостью душа его не колеблется, потому что душа обрела самое главное сокровище, это Божья благодать. Вот так проходит еще 17 лет, и после этого уже фактически, когда вот он умирает, то в храме уже в Риме тоже дается новое такое откровение людям, что ищите Божьего человека в доме Евстафиана, Евстафиан и Аглаида, это как раз родители святого Алексея, человека Божия, когда к нему пришли, то обретают его уже почившим, и в руках его свиток, и на этом свитке как раз описана его жизнь, то есть он записал, что он и был как раз сын этих родителей, и как он поступил, и ради чего он все это предпринял. И, конечно, вот такая история, она с позиции чистого человеческих, земных, она воспринимается как нечто такое драматично-трагичное, что, ну как вот там, кинул невесту, невесту, да, родители обрек печаль, но зато все они стали на ступеньку выше в духовной жизни. Вот если бы он не уходил, то, может быть, картина развивалась бы совершенно иначе. Вот есть у человека призвание служить Богу, а он не прислушается к голосу Божьему, и вернется вот к этой земной суете, и во что превратится вся жизнь? Она превратится, ну действительно, там тряпки, пеленки, потом начнутся взаимные какие-то разборки, недовольство, и все погрязнет в этой суете повседневной бытовой жизни, так что человек не делает шага вперед, а может быть, даже делает шаг назад. А вот святой Алексей Человек Божий, он показал, что можно и находясь вот вроде бы в таких вот благоприятных с позиции земных условиях, сделать решительную шаг вперед, посвятить себя Богу. Тут ведь еще какая ситуация, что когда кто действительно чувствует призвание к Божию, он и не может иначе. Ну скажем так, вот если кто-то вел греховную жизнь, он из греха переходит к трезвенной, добродетельной жизни. Если кто-то вел жизнь добродетельную, то она от этого образа переходит к еще более высокому, к созерцательному образу жизни. И то есть душа человека, она на самом деле вот не может успокоиться на том, что есть. То есть душа, она призывается к бесконечному совершенству. Если не восходить к совершенству, то сначала остановишься, а потом будешь скатываться вниз. И вот для святого Алексея, человека Божьего, ведь общая среда, она была и так благочестивая, родители оказывали милосердие, вели праведный образ жизни, но для него это было уже недостаточно, потому что человеческая душа, она призывается к бесконечному восхождению. И он просто не мог этим удовлетвориться. Ну и конечный, наверное, пример в том, что вот может быть мы зачастую тоже и не замечаем таких вот простых смиренных молитвенников, которые находятся рядом с нами, вот как родители, его собственного супруга, которая рядом жила последний вот этот период жизни, 17 лет, они видели, что есть вот такой необычный нищий, который не какими-то страстями живет, а молитвой Бога и тоже продолжает причащаться святых таят каждое воскресенье, но особо великого подвижника в нем они не узнавали, пока не было дано вот это откровение, оно уже предсмертное, что ищите человека Божия вот в таком-то доме. И когда обрели уже его святое тело, то после этого пошли многочисленные чудеса, многочисленные исцеления, исцеляли в том числе одержимые, бесноватые. Вот в западной церкви был даже организован такой орден монашеский, Алексиане назывались, то есть те, которые в честь святого Алексия человека Божьего, они помогали больным, в частности больным душевно, которые страдали какими-то психическими недугами, во время эпидемии помогали, и вот Алексей человек Божий считался у них покровителем, но правда католическая церковь в конечном итоге в 20 веке, если не ошибаюсь, или даже вот в начале 21 века исключила память святого Алексия человека Божьего своего календаря, не находя должных оснований для его почитания, а мы, православные христиане, продолжаем все-таки молиться ему, почитать, как человеку, который показал, что душа наша, она не может удовлетвориться даже простым человеческим счастьем, которое здесь есть, вот если ты не обретешь Бога, если ты не идешь к стяжанию Божьей благодати, то ничто тебя в конечном итоге не порадует, ничто не доставит тебе счастья, и примером этому и является житие святого Алексия человека Божия, его же молитвами Господь да укрепит нас в духовном нашем пути, конечно, не нужно нам никому делать таких вот, может быть, слишком экстрадинарных шагов, мы к этому не призываемся, потому что у нас сил на то недостаточно, но воспринять от святого Алексия человека Божия его терпение, его молитвенность, и то, что вот он терпел любые невзгоды, встречавшиеся, вот это пусть и будет для нас уроком, чтобы вместо уныния нам иметь отраду и упование на Бога. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok